Уральских хоккеистов-любителей похвалил Владимир Путин. Команда «Скон Урал» в третий раз стала чемпионом ночной хоккейной лиги России. Из Сочи уральцы вернулись с кубком и сертификатом на строительство Ледового дворца. О том, как встречали чемпионов, Никита Нехорошков. В аэропорту атмосфера, как на хоккейном матче. Сдерживать эмоции у хоккеистов долго не получается. Выходят к болельщикам и в зале прилета всем становится понятно. Чемпионы дома. Команда «Скон Урал» стала чемпионом ночной хоккейной лиги. В финале наши хоккеисты-любители обыграли соперников из Калининграда. Решающую шайбу забили на последних минутах. Итог встречи 2-1. Очень сложно было нам в финале. Слушайте, нам. Мы правда до финала шли очень тяжело. 7 матчей за 7 дней. Это очень сложно. Но мы сделали то, что мы сделали. Вот результат. Ночная хоккейная лига – проект для любителей этого вида спорта. Проведение состязаний утвердил Владимир Путин еще 8 лет назад. Глава государства тоже не упускает возможности сыграть в хоккей. В его команде министры, бизнесмены и звезды хоккея. Это так называемый шоу-матч. До его начала президент поздравил уральских игроков. Хочу поздравить победителей. Команду в третий раз из одного города. Сегодня же мы это обсуждали. Я хочу пожелать вам успехов. И из Екатеринбурга. Хочу пожелать вам успехов. И сказать, что это успех. Действительно. Почти тысяча команд сегодня играет в ночной хоккейной лиге. Президент вручил нашей команде сертификат на сумму 100 миллионов рублей. В прошлые годы уральские хоккеисты уже получали такие награды. Тогда деньги пошли на строительство Датсюк-арены и ледовой арены авто в Екатеринбурге. В департаменте губернатора сообщили, что пока неизвестно, как будет использован сертификат. При этом там не исключили, что деньги могут пойти на строительство ледового дворца в Первоуральске. Никита Нехорошков. Новости. Первоуральск.